Ломать людям судьбы, а мы знали и не остановили. Наша тюремная система только называется исправительной. На самом деле она за всю историю никого, я убежден, никого не исправила. Привет, друзья! Владислав родился в Москве в семье обычных рабочих. Отец мальчика настаивал, чтобы и сын получил нормальную профессию, но Котляски не оставлял надежды стать актером и поступить в театральный институт. Попыток стать студентом театрального вуза было несколько. Сразу после школы Владиславу не удалось впечатлить приемную комиссию столичных институтов и молодой человек поступил в МГУ на геолога. Интересно, что при этом экзамен по математике за артиста сдавал старший брат. Бросив учебу через два года Котлярский, вновь отправился в театральный, но снова не прошел отборочные туры. Артисту пришлось вернуться в МГУ, но уже на факультет психологии. Однако попыток добиться своего он не оставил. В итоге Владислава все-таки приняли на режиссерский факультет ГИТИСа. На этом трудности не закончились. Актеру долгое время не доставались более-менее значимые роли, пока он наконец не нашел свою нишу в кино и не начал играть сотрудников правоохранительных органов. В какой-то момент амплуа мента артисту надоело, и очередное предложение сыграть оперативника Владислав Отверг. Режиссеру с большим трудом удалось убедить актера, что эта роль создана для него. Речь, конечно, идет о Карпове. До того, как попасть в проект «Глухарь» Котлярский играл ментов, уже восемь раз, но в этот раз от него требовалось более глубокое погружение в роль, поэтому артист отправился на службу в милицию. Он участвовал в задержаниях, допросах и других оперативных мероприятиях. Так он многое узнал о профессии, с которой его всю жизнь ассоциируют. Накопленный опыт, кстати, пригодился Владиславу не только в кино. Однажды на актера напали хулиганы и пытались отнять у него бумажник. Но, как говорится, не на того напали. Котлярский в одиночку обезвредил и задержал преступников. Интересно, что отбиваться звезде приходилось не только от хулиганов, но и от назойливых поклонниц, которые даривают артиста подарками и часто даже пытаются обнять и поцеловать. Из-за проделок одной из фанаток актеру однажды пришлось сменить место жительства. Изначально роль артиста в сериале «Глухарь» была проходной. Не предполагалось, что Владислав так надолго задержится в проекте. Но герой настолько приглянулся зрителям, что Станислава Михайловича в исполнении Котлярского даже удостоили отдельного сериала на целых три сезона. Сериал «Карпов» стал для артиста знаковым во всех смыслах. Во время его съемок Владислав познакомился со своей женой Викторией. У пары есть дочь Ирина, которой недавно исполнился годик. Кстати, до встречи с Викторией за Котлярским ходила слава жена ненавистника. Из-за несчастной студенческой любви артист надолго был разочарован в женщинах. Актер увлекается рыбалкой, хоккеем, горными лыжами и многими другими видами спорта. Также Владислав любит путешествовать и отдыхать на природе. Вот такой вот Карпов в реальной жизни. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Субтитры создавал DimaTorzok